Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня» мы работаем в прямом эфире, ведущая в студии Ирина Щекунова. Сегодня мы вновь в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» говорим о состоянии дорожного движения в Тверском регионе. На минувшей неделе на дорогах Тверской области произошло 28 ДТП, в которых 5 человек погибли и 27 получили травмы. Какие тенденции наблюдаются на дорогах региона в настоящее время? Об этом поговорим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло с Антоном Афанасьевичем Егорьевым, начальником отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Антон, добрый день! Здравствуйте, Ирина! Давайте мы нашим радиослушателям еще раз напомним о статистике. С начала года сколько произошло дорожно-транспортных происшествий по всему Верхней Волжью? На территории Тверской области за 10 месяцев текущего года у нас произошло более полутора тысяч ДТП, в которых погибли 162 человека и 1868 человек получили ранения. По сравнению с прошлым годом это больше цифры, меньше? Какая тенденция прослеживается? Количество дорожно-транспортных происшествий у нас на протяжении всего года идет ниже по сравнению с прошлым годом, но вот вызывает особую тревогу это рост количества погибших в результате ДТП. В том году у нас погибло 144 человека, в этом году уже 162. С чем это связываете? Связываем это с высокой интенсивностью движения, с несоблюдением водителями правил дорожного движения, а также с наступлением осеннего периода, когда у нас менее пешеходов становится видно плохо, их не видят и, к сожалению, по вине пешеходов у нас отмечается рост количества ДТП. То есть первое место это пешеходы или это все-таки столкновение транспорта? И где это чаще происходит? Это федеральные трассы, региональные дороги, город, дворы? Ну, конечно, большинство дорожно-транспортных происшествий это столкновение, как основной вид ДТП, но особую тревогу, хочется отметить, вызывает у нас именно наезды на пешеходов по вине самих пешеходов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года у нас отмечается рост количества таких происшествий, в том числе в темное время суток, значительный рост. Давайте еще раз обратимся к пешеходам и скажем элементарные правила, напомним. Итак, сейчас осень, темно, на дорогах снега еще нет, поэтому нужно как-то обозначать себя на дороге. Именно вот этот период, когда у нас наступает ранняя осень, когда еще нет снега, именно в этот сложный, как для водителей, так и для пешеходов темное время суток, у нас традиционно происходит увеличение количества наездов на пешеходов. Хочется обратить внимание на то, что правилами дорожного движения у нас предписано пешеходам, находящимся вне населенных пунктов, на неосвещенных участках дорог, на обочинах, иметь при себе светоотражающие элементы, либо фонарики, либо еще что-то. Но также хотелось бы обратить внимание на то, что и в городе это является актуальным, даже при освещении, когда на пешеходах имеются светоотражающие элементы, это видно водителям, и он своевременно замечает пешеходов. Мы еще раз говорим пешеходам, что для них на дорогах существуют пешеходные переходы, что переходить дорогу нужно только по пешеходному переходу, но и то он не спасает, да, нужно убедиться, что значит наладить канал, посмотреть, да, есть ли транспорт на дороге, с какой скоростью движется машина, как-то обозначить себя, что я собираюсь перейти дорогу. Пешеход обязан убедиться в том, что ему предоставляют преимущество, когда он пересекает проезжую часть по пешеходному переходу, регулируемому, либо нерегулируемому. Он должен посмотреть внимательно о том, остановились ли транспортные средства, и только после этого начинать переход проезжей части. Хочется отметить, что благодаря планомерной работе, проведению профилактических мероприятий нам удалось в этом году значительно сократить количество ДТП, связанных с наездами именно на пешеходных переходах. То есть у нас количество и пострадавших, и погибших значительно сократилось. Насколько эффективно, по-вашему, проводится профилактическая работа с пешеходами? Вы так же, как с водителями, беседуете и с людьми на улице, предупреждаете их о чем-то. Я знаю, что часто люди переходят вот такой вот цепочкой, может быть, дождаться, когда больше соберется народу, для того, чтобы перейти пешеходный переход. Вот это и водителям будет легче, и как-то движение не будет тормозить. Ну и здесь, наверное, хочется в первую очередь обратить на безопасность. Самое главное, это не транспортные задержки какие-либо, еще что-то, это безопасность участников дорожного движения. В первую очередь пешеходов, как самых незащищенных участников дорожного движения. Водитель обязан вступить дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть по пешеходному переходу. Но в то же время, ну, все, наверное, видят, отмечаются нарушения, как со стороны пешеходов, которые игнорируют и запрещающий знак светофора, когда мы говорим про регулированный пешеходный переход. Не дождавшись, начинают перебегать проезжую часть. Также есть ряд водителей, которые отвлекаются на телефоны, на какие-либо факторы и невнимательно смотрят на проезжую часть, когда переезжают пешеходные переходы. За нарушение правил водителя ждет штраф, да, как одно из наказаний. А пешеходы платят за свое несоблюдение правил дорожного движения? Также у пешеходов предусмотрена ответственность за нарушение ПДД пешеходам. Штраф меньше, но также у нас ведется большая планомерная работа и профилактическая. В том числе очень много пешеходов предупреждается, в том числе, кто первый раз совершил правонарушение, у нас предусмотрено для пешехода предупреждение. Но, тем не менее, есть те факты, когда у нас есть многократные нарушители пешеходы, которых уже приходится наказывать рублем. Здесь, да, не рубль, главное, главное сохранить жизнь и здоровье, чтобы не лежать потом на больничной койке, это в лучшем случае. Скажите, пожалуйста, какова статистика аварийности по городу Твери и, если можем, назовем еще раз очаги аварийности в областной столице? Очаги аварийности у нас это, как правило, отмечается в этом году. Это крупные магистральные улицы, те, которые у нас, по которым движется наибольшее количество транспорта. Особое внимание, как я уже говорил, мы обращаем на те пешеходные переходы, где у нас массово переходит проезжую часть пешеходы. Принимаются меры к разделению транспортных и пешеходных потоков. Многие, наверное, заметили, что ряд светофорных объектов у нас в этом году перешли в многофазные. Те случаи, когда отдельная фаза для пешеходов. То есть пешеход, да, может переходить в любом направлении. Да, весь транспорт стоит и движутся в это время только пешеходы. Это удобнее и безопаснее. Однозначно безопаснее. Мы анализируем состояние аварийности, каждое дорожно-транспортное происшествие и смотрим, что это действительно приносит свои результаты, плоды. И эту работу мы будем продолжать. Антон Афанасьевич, таких светофоров должно быть больше, да, в областной столице, чтобы в разных районах люди могли переходить дорогу безопасно? Еще раз повторюсь, что мы анализируем, они вводятся не просто так, это на основе анализа аварийности. Здесь интенсивность движения транспорта и пешеходов, прогнозные сценарии развития дорожной ситуации, естественно, просто так, какие-либо задержки в транспортном движении, они не вводятся. Все это обоснованно принимается и, конечно, таких пешеходных переходов должно быть больше. Еще раз обратим внимание водителей, на каких улицах и перекрестках Твери стоит быть осторожнее и внимательнее, главное. Особое внимание хочется обратить к водителям, которые движутся по многополосным дорогам, таким как проспект Ленина, проспект Калинина, улица Советская, Дмитрия Донского, Октябрьский проспект. Вот на таких улицах, когда у нас пешеходный переход, особенно нерегулируемый, пересекает проезжую часть, которой 4-6 полос. Это особое внимание, когда транспорт, приближающийся к пешеходному переходу, замедляет скорость, либо останавливается перед пешеходным переходом. В соответствии с пунктом 14.2 ПДД необходимо также снизить скорость вплоть до остановки. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Тема дня». Сегодня мы работаем в прямом эфире с вами Ирина Чекунова, а в гостях у меня начальник отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Антон Афанасьевич Егорев. Сегодня в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» мы вновь говорим о состоянии дорожного движения в Тверской области. В частности, анализируем аварийность на дорогах Твери и Тверского региона. Еще, Антон, одна очень важная проблема, которая напрямую, наверное, влияет на безопасность дорожного движения – это подъезд к городу, выезд на так называемые сельские дороги, возможно, и животные, которые часто выбегают из леса, которые неуправляемы и может произойти все что угодно. Какова статистика с этим видом аварий? В этом году у нас с наездами на диких животных отмечается рост. У нас зарегистрировано больше дорожных, чем в прошлом году, более 100 ДТП таких. Хочется отметить, что, естественно, особое внимание уделяется тем ДТП, где у нас страдают и гибнут люди в результате таких столкновений. А есть статистика по раненым и погибшим? Есть более 60 человек у нас ранено в таких ДТП. Есть и два смертельных случая, когда произошли, ну, как правило, столкновения это с лосем происходит, большая масса животного, и в результате гибнут люди. Хочется обратить внимание, чтобы водители при движении по региональным, по местным дорогам, особенно на темных участках, внимательно смотрели на те предупреждающие знаки, которые там установлены. Знаки всегда установлены там, где они чаще всего выбегают, животные, да, на дорогу? Да, анализируются пути миграции диких животных. Министерство природных ресурсов и экологии этим занимается. Они устанавливаются именно там, где чаще всего, где проходят пути миграции, где возможно появление, выход на проезжую часть дикого животного. Что необходимо сделать на этом участке, если, допустим, вы не видите животного, и если вы заметили, что рядом с дорогой находится лос или кабан? Необходимо, в первую очередь, снизить скорость вплоть до остановки. Ни в коем случае нельзя, не снижая скорость, и пытаться объехать дикое животное, потому что его поведение непредсказуемо на дороге, и что в любую секунду может сделать дикое животное, продолжить движение в том же направлении, либо развернуться, либо вообще изменить траекторию своего движения. Тем не менее, автомобиль на дороге по сравнению с тем же животным – это всегда повышенный источник опасности? В любом случае, автомобиль у нас источник повышенной опасности. Водитель, который сел за руль, он уже несет ответственность, начиная свое движение за те последствия, которые могут быть причинены при управлении транспортным средством. Устанавливаются ли ограждения на таких опасных участках и приносят ли они свою пользу? Да, ведется планомерная работа, вносится управлением ГАИ предложения, как и собственникам дороги, по ограждению таких участков различными ограждениями, сетками, которые в тех сложных участках, не освещенных, помогают избежать выхода диких животных на проезжую часть. Антон Афанасьевич, как правило, это одни и те же места ежегодно, где происходят такие аварии. То есть именно там уже, как показала практика, быть водителем, быть предельно внимательным. Да, еще раз хотелось бы обратить внимание на те знаки, которые установлены, чтобы водители были готовы снизить скорость, двигаться по этому участку с минимальной скоростью. Как правило, ну там 2-3 километра зона действия, зона вот этого пересечения с дикими животными проезжей части, там надо быть предельно аккуратными. Конечно, пути миграции меняются, и у нас есть ДТП, когда дикие животные появлялись в самых необычных местах, где, в принципе, их раньше никогда не было. Тем не менее, надо быть предельно внимательным. Но здесь снижение скорости, оно принципиально. Принципиально. Именно снижение скорости, снижение транспортного потока, оно позволяет, если не совсем избежать ДТП с внезапно появившимся диким животным, то тяжесть последствий однозначно снижается. Нынче довольно-таки теплая осень, мы, как всегда, бьем рекорды, да. Что мы можем сказать, посоветовать водителям относительно резины, менять ее летнее, зимнее? Некоторые советуют, что да не надо менять, там достаточно каких-то липучек, и все у вас будет в порядке. Давайте посоветуем конкретно, дадим какие-то рекомендации. Ну, хочется обратить внимание на то, что как стиль вождения, так и манера управления транспортным средством в зимний период она значительно отличается от теплого времени суток. Техническим регламентом у нас предусмотрено на то, что в зимний период у нас должна быть установлена зимняя резина, именно зимняя. По своим техническим характеристикам зимняя резина, она отличается от летней, в частности, это мягкость резины, это сцепные качества с холодным покрытием. Даже при отсутствии снега, при отсутствии каких-либо осадков на проезжей части летняя резина в холодный период, а если мы говорим про минусовой температурный режим, то она практически не работает. Она становится каменной и уже остановиться своевременно не получится. В то же время, когда уже у нас выпадает снег, как говорится, у нас наступает традиционно день жестянщика. Кто-то тянет время, кто-то говорит, что еще рано менять, но своевременно смена резины и уверенность уже движения за рулем, уверенность в том, что другие участники дорожного движения поменяли, она, конечно, значительно сокращает количество ДТП. Удается сохранить больше жизни и однозначно совет всем автомобилистам своевременно заранее поменять резину, а не в последний день, когда уже выпал снег, либо замерзла проезжая часть. То есть вот сейчас пока что время есть, да, пока ближайшие недели, это будут плюсовые еще температуры, если ночью-то легкий минус, то надо вот именно сейчас, в эти дни? Конечно, лучше заранее сделать, тем более, если кто движется на большие расстояния, здесь можно, как говорится, даже при движении попасть на такой участок, когда местами у нас выпадают заморозки, и моментом проезжая часть становится ледяной, где, ну, естественно, дорожные и коммунальные службы не могут своевременно среагировать, потому что это перехода с минуса на... с нуля на минус происходит мгновенно, и человек просто попадает в такую дорожную ловушку, можно сказать. И опять здесь советуем учитывать в любой ситуации погодные условия и контролировать скорость движения. Конечно, контролировать скорость движения, особенность, еще раз повторюсь, передвижения в зимний период, особенно хочется внимание обратить это молодым водителям, которые только сели у нас за руль, что зимой движение, оно очень сильно отличается от летнего периода. Мы говорили, предупреждали родителей о поведении их детей в период школьных каникул, это осень, это каникулы. Чем еще характерна осень для детской аварийности? Детская аварийность у нас особенно в период каникул, тогда, когда дети остаются без присмотра, особую тревогу вызывает выход их на проезжую часть. Зачастую дети не понимают, как пересекать проезжую часть. Им доводится в школе, им рассказывают родители, как это делать, но надо не забывать про обеспечность детей, которые заняты либо игрой, либо общением со своими сверстниками и не уделяют должного внимания, не понимают той опасности, когда они выходят на дорогу, выбегают на дорогу. Зачастую у нас есть случаи, когда выезжают на велосипедах на проезжую часть, и, к сожалению, есть те случаи, когда у нас происходят несчастные случаи ДТП с участием детей. То есть здесь пример семьи, работа дома, да, помимо профилактической работы сотрудников ГИБДД в школах и детских садах, она очень важна? Это очень важно, особенно показывать своим примером, когда находишься с ребенком, о том, чтобы здесь быстрее перебежать, держа там пусть за руку и так далее. Это мы даем своим поведением, пример ребенку. Здесь надо неукоснительно соблюдать ПДД, каждый раз проводить беседы, понимать, куда ребенок идет, по какому маршруту, и лишний раз с ним проводить беседу о соблюдении ПДД. Мы живем в очень непростое время, это период пандемии, очень много скорых помощей на дорогах. Областной столицы, возьмем Тверь, как пример. Пропускают ли водители скорые помощи, которые идут со специальными сигналами? Я помню, что сама участвовала в многочисленных рейдах, где фиксировали мы, насколько вежливо водители, насколько они понимают, что скорая спешит, возможно, к их родным. Да, хочется отметить о том, что вот в последнее время мы проводили рейды по инициативе скорой медицинской помощи о том, чтобы профилактировать те нарушения, связанные с непредоставлением преимущества автомобильным скорой помощи, которые движутся со спецсигналами, со звуковой сиреной, преимущество в движении. Хочется отметить, что вот позитивно, наверное, провести пример, что два-три последних рейда, которые проводили, мы их не так часто проводим, чисто в рамках профилактики. Водители действительно с пониманием относятся, уступают, прижимаются, стараются даже предупредить других водителей, показать о том, что движется скорая, и нужно уступить дорогу. Ну, мне на память приходит, тем не менее, ДТП. Это прошлый год, по-моему, или позапрошлый, когда в скорую помощь врезалась иномарка на пересечении, хотя же скорая переходила со звуковым и световым сигналом. Необходимые правила пересечения перекрестков для водителей спецтехники существуют, скорая это либо пожарная машина? Правила существуют. Также у нас прописано, что водитель, использующий звуковые и световые спецсигналы, он обязан в первую очередь убедиться в том, что ему уступают дорогу другие транспортные средства. Те моменты, когда у нас пересекаются проезжие части, особенно на запрещающий сигнал светофора, здесь, ну, откровенно можно сказать о том, что другие участники дорожного движения могут своевременно и не заметить скорую. Даже при отсутствии какого-то умысла, либо нежелания пропустить скорую, он может просто физически ее не увидеть, особенно при движении на значительной скорости. Ну, здесь работа вами проводится и с водителями, да, спецтехники? То же самое профилактическое? Да. Потому что они всегда на острие. Совершенно верно. Проводятся занятия и в коллективах, в рабочих. Водители спецтехники, это и скорая медицинской помощи, и пожарные службы по соблюдению ПДД еще раз разъясняется, как именно в тех опасных моментах, когда вот происходили у нас такие ДТП, столкновения, пусть даже без пострадавших, чтобы этого избежать. В планах профилактической работы у сотрудников ГАИ, в том числе, постоянная работа на предмет контроля резвости. Насколько эффективна, по-вашему, эта работа? Что ожидает и какая статистика у нас есть, может быть, с начала года? Да, у нас уже есть предварительные статистические данные за 10 месяцев этого года у нас произошло 240 ДТП по вине пьяных водителей, в которых 37 человек погибло, и более 300 получили ранения. Серьезные цифры, да? Это серьезные цифры. У нас отмечается рост всех основных показателей. Это ДТП погибло ранено по вине нетрезвых водителей. Особую тревогу вызывает это, конечно, количество погибших людей в результате таких ДТП. В том году у нас погибло 26 человек, в этом году 37. То есть на 11 человек больше. Профилактическая работа, проведение теми известных профилактических мероприятий контроль трезвости у нас продолжается. Их количество мы увеличили в связи с ростом аварийности в этом году. Хочется отметить, что более 4 тысяч нарушений у нас уже за этот период пресечено. Это когда водители у нас были своевременно остановлены, были приняты меры административного воздействия в ряде случаев уже и уголовного преследования, так как водители совершили повторное правонарушение, аналогичное это управление состоянием опьянения, либо отказ от прохождения освидетельствования. По-вашему, штрафные санкции, наказания, они приносят желаемый результат, или надо как-то ужесточать, или надо как-то по-другому подходить к проблеме? Очень хочется надеяться на то, что у нас значительно сократится количество тех водителей, которые были привлечены к административной ответственности за данные правонарушения, которые осознали, когда встречаешь их на дороге, они говорят, что да, у меня уже был негативный опыт, я больше никогда в жизни не сяду за руль, а в состоянии опьянения. Понятно, да, что даже услуги такси, они в разы меньше. Можно ездить на такси, при этом ты не подвергаешь опасности ни себя, ни своих близких, ни тех участников дорожного движения, которые находятся на проезжей части, и сохранить, можно сказать, семейный бюджет. Некоторые наверняка действуют, садятся на руль, садятся за русский авось, авось пронесет, вот мне тут проехать две остановки, или это сколько, тем более сейчас, условия пандемии, наверняка сотрудники ГИБДД тоже люди, они выходить на дорогу не будут, никто нас контролировать не будет. Что мы можем ответить на это? Сотрудники ГАИ как выходили, так и выходят на проезжую часть, останавливают, проверяют. Еще раз повторюсь, что период проведения рейдов у нас проверяется состояние водителя, несмотря, может быть, есть какое-то заблуждение о том, что при нахождении в маске не чувствуется запах алкоголя. Хочется всех сразу разубедить, при общении с сотрудниками ГИБДД, которые несут каждодневную службу на дороге, запах алкоголя чувствуется через маску еще и лучше. Эта работа проводится усиленно, скажем так, перед выходными днями. Это пятница, суббота, воскресенье, как и раньше. Анализируется, в первую очередь, ДТП по вине пьяных водителей, так сказать. У нас проводятся такие рейды и на будни днях, и в утреннее, и в вечернее время. Но основные усилия в связи с тем, что у нас наибольшее количество ДТП происходит в предвыходные и выходные дни, наибольшее усилие, наибольшее выставление экипажа, и, конечно же, осуществляется в выходные дни. Ваш совет молодым водителям? Те, кто только что недавно сел за руль и еще как-то побаивается ехать по дороге, часто, наверное, нарушают? Ну, тем, кто побаивается, наверное, у тех правильная позиция. Хочется отметить о том, что наибольшую тревогу вызывают те молодые водители, которые... Кто не побаивается. Кто не побаивается, кто почувствовал уверенность в себе, ну, проехав, там, я не знаю, год, наверное, полтора, и думают, что они уже все умеют, они профессионалы. И вот как раз вот эта категория участников, молодых участников водителей, которые начинают пренебрегать правилами дорожного движения, нарушать, думать, что все могут, все умеют. И вот есть те случаи, когда попадают в ДТП, и отчаянное раскаяние, уже ничего не сделаешь. То есть лучше первые два года, пока ты в категории молодой водитель, да, быть осторожным, не превышать скорость, да, соблюдать все, закреплять в голове свои основные правила дорожного движения. Предельно осторожным надо быть всегда, не только молодым водителям. Молодые водители, у них еще все свежо в памяти, как говорится, да, кто уже давно управляет, уже, наверное, правила где-то подзабыл, уже инстинктивно двигается, управляет, уже, конечно, больше знает, как, что происходит на дороге. Но молодые водители, конечно, должны соблюдать все меры предосторожности. Ну и все водители, конечно, хотелось бы, чтобы соблюдали правила дорожного движения. Тем более сейчас, когда мы говорим о реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги», когда качество самих дорог стало намного лучше, да, и водители забываются и превышают скорость. Вот вы в начале программы сказали, что много таких ДТП из-за превышения скорости. Здесь, как причина несоблюдения скорости, ну, не фиксируется, здесь несоблюдение скоростного режима конкретным дорожным условиям, да. Ряд дорог у нас, большое количество, проведено в нормативное состояние, в качественное, безопасное. Я думаю, всем приятно передвигаться по ровным дорогам, где есть яркая разметка, которую видно и в темное время суток, в светлое время суток мы видим, что у нас отчетливо видны пешеходные переходы, у нас видно краевая разметка, разделительная разметка. И здесь многие, конечно, с пониманием относятся, с удовольствием передвигаются по дорогам нашего региона, по качественным и безопасным автомобильным дорогам. Время нашего эфира подходит к концу. Антон Афанасьевич, немного, небольшие, основные советы всем участникам дорожного движения. В преддверии зимнего периода, наступившего глубокой осени, можно сказать, хочется обратить внимание еще раз на темное время суток. По анализу ДТП у нас именно большинство ДТП происходит в темное время суток. Особое внимание это необходимо обратить на пешеходов. пешеходам позаботиться о своей безопасности и использовать отражающие элементы, избежать бесцельного нахождения на проезжей части. Ну и, конечно, хочется обратиться ко всем, чтобы не допускали тех моментов, когда водитель садится за руль в состоянии опьянения, родным и близким не допускать таких фактов, как говорится, смолчаливого согласия, чтобы у нас не произошло несчастных случаев, и предельно внимательно смотреть на проезжую часть. Я думаю, что сегодняшние советы пригодятся всем участникам дорожного движения в Тверском регионе. Напомню, что вы слушали программу «Тема дня». В эфире была Ирина Чекунова. И в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» мы беседовали с Антоном Егорьевым, начальником отдела управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области. Будьте здоровы!